...эффективен при неудачных шутках. В свете этих данных, действия телевизионных ведущих приобретают глубокий смысл. И тем не менее, это явная подделка... ...с пустой коробкой из-под воздушной кукурузы в кинотеатре, какую скорость развить на определенном отрезке шоссе, или как взяться за цыпленка на званом обиде, действия тех, кто нас окружает, будут во многом определять наше решение. Тенденция считать действия правильным, если таким же образом действуют многие другие, обычно хорошо работает. Как правило, мы совершаем меньше ошибок, когда действуем в соответствии с социальными нормами, чем тогда, когда противоречены. Обычно, если что-то делает масса людей, это правильно. В этом аспекте принципа социального доказательства заключается одновременно его величайшая сила и главная слабость. Как и другие орудия влияния, данный принцип обеспечивает людей полезными рациональными методами определения линии поведения, но в то же самое время делает тех, кто эти рациональные методы применяет, игрушками в руках психологических спекулянтов, которые залегли в ожидании вдоль тропы и всегда готовы броситься в атаку. В случае с записанным на магнитофонную пленку смехом, проблема возникает, когда мы начинаем реагировать на социальное доказательство.